В этом видео я покажу особенности и нюансы при использовании электричества от самодельной гидроэлектростанции. А также поговорим о дальнейшей модернизации. Турбина крутится, электричество генерируется. Первое преимущество энергии потока воды это постоянство. В отличие от тех же солнечных панелей и ветрогенератора, здесь энергия есть всегда. Днем и ночью, хоть в пасмурный день, хоть в безветренный. А имея бесплатное электричество, тебе становятся доступным и другие блага цивилизации. Воду, например, можно качать из скважины электронасосом. Газ не нужен, так как можно использовать электропечку. От дров, по сути, тоже можно отказаться, используя для отопления электричество. И все это в лесу, вдали от цивилизации. Еще бы неплохо иметь здесь доступ в интернет. Когда я первый раз сюда приехал, я с горечью обнаружил, что мой телефон не ловил ни одного оператора связи. Прохождению радиосигнала мешала не только удаленность, но и горы, которыми окружено это место. С телевидением вопрос решился просто. Поставил себе тарелку и смотри себе телек хоть в любой точке мира. Попытки поймать интернет использовали 4G модем. И в некоторых точках на крыше удалось поймать слабенький сигнал одного из операторов. Усилив сигнал самодельной 4G антенной, которую мы собирали в предыдущих роликах, можно даже здесь обеспечить себя высокоскоростным интернетом. Насколько же дорого обойдется такая электростанция? Ну что я могу сказать, оценить ее нелегко, так как для постройки использовали то, что было под рукой. Одно могу сказать, что обойдется она гораздо дешевле, чем солнечная электростанция такой же мощности. А теперь поговорим о трудностях. Первая оказалась самой неожиданной. Это зависимость напряжения от нагрузки. Поначалу здесь использовали самодельный генератор из двигателя от стиральной машинки. У него обмотка на 220 и получали сразу готовые 220 вольт. Но не все так просто. Оказалось, что напряжение сильно зависит от нагрузки. Даешь ему большую нагрузку, он как следствие начинает тормозить турбину, обороты падают и напрруга падает. А если оставить включенным одну лампочку, то обороты настолько повышались, что лампочка сгорала от перенапряжения. Боролись с этим тем, что включали дополнительные лампы, чтобы не допустить перенапряжения. А когда включали потребитель, лампы соответственно выкручивали. Конечно неудобно постоянно вручную контролировать напряжение. Но сама мысль о том, что оно бесплатно, как-то прощала этот недостаток. Пользовались так энергией до тех пор, пока не случился один случай. Как-то по весне на речке треснул лед и резко опустился. Это привело к тому, что на несколько минут поток воды резко усилился. Это произошло внезапно и никто не успел включить дополнительные лампочки. От сильного перенапряжения тогда сгорели все электроприборы, в том числе и телевизор. Еще одним недостатком было то, что этот генератор выдает 600 ватт и не больше и не меньше. Соответственно приборы с большим потреблением включить было невозможно. Даже холодильник не мог стартануть, так как он в момент старта потреблял больший ток, чем 600 ватт. В связи с этим было принято решение переделать генератор. Был намотан новый вот этот генератор из треххвазного двигателя на низкое напряжение. Этим напряжением заряжались аккумуляторы и уже от аккумулятора впитался инвертор на 220 вольт, в который по сути выдавал стабильное напряжение и в пике мог отдавать большую мощность. Geekbrains – это самое крупное IT-сообщество, которое насчитывает уже более миллиона человек и входит в состав Mail.ru Group. Они реально учат людей программирование. У них есть расширенные программы обучения веб и мобильной разработке. После обучения гарантированная стажировка и помощь с трудоустройством. В общем, пройди тест по ссылке под видео и узнай, готов ли ты стать программистом. Или запишись на бесплатный курс и начинай программировать. Аккумулятор выполняет роль накопителя, спокойно себе заряжаясь, пока из сети потребляется немного энергии. Ну, например, ночью. А в нужный момент, когда надо отдать много энергии, они помогают генератору, дополнительно подпитывая инвертор. Теперь можно подключать любые потребители, мощность которых ограничена только лишь мощностью инвертора и максимальным током самих аккумуляторов. Пользоваться таким напряжением стало гораздо удобнее. По сути, это те же самые 220 вольт, что и в розетке в городе. Единственное, зачем теперь иногда нужно посматривать, так это напряжение на аккумуляторах, чтобы не выбрать из них всю энергию, быстрее, чем она пополняется от ГЭСа. Чтобы избежать перезаряда аккумулятора, поставили такой вот контроллер заряда от солнечных панелей. На него подается напряжение, которое приходит по кабелю от генератора и выпрямляется этими автомобильными диодами. Но эта схема имеет тоже свои недостатки. И первый из них это высокая стоимость. Инвертор очень дорогой и стоит такой около 700 долларов. Да и аккумуляторы тоже не дешевые. Если бы не помощь, то вряд ли бы их использовали. Из-за того, что низкое напряжение передается по длинному кабелю от генератора до аккумуляторов, возникают довольно большие потери энергии на кабеле. По началу использовали такой вот инвертор. Но то ли по нашей вине, то ли попался бракованный. В общем, у нас он быстро вышел из строя. Производитель пошел навстречу и выслал еще один. Он выполнен на импульсных трансформаторах, благодаря чему имеет небольшой вес и большую мощность. Также понравилось, что он держит стабильно напряжение на выходе. Даже когда запускается холодильник, просадки напряжения не наблюдается. Еще из недостатков это большое количество шумов, которые он выдает в сеть. Он сам по себе издает странные свисты и трески. Также некоторые приборы, подключенные в сеть, тоже издают странные звуки. Возможно, у него слабый сетевой фильтр и большое количество импульсных помех проникает в сеть. Особенно сильно это влияло на телевизор, создавая большие помехи. Сейчас используем такой вот инвертор, который имеет внутри здоровенный низкочастотный трансформатор. Он работает уже достаточно долго и пока поломок не было. Также отсутствуют помехи в сети. Но при запуске холодильника происходит просадка в сети и сильно моргает свет. Хотя на работу электроприборов это особо не влияет. Для того, чтобы не допустить перезарядки, используем такой вот контроллер заряда. К нему нареканий особо нет. Удобно, что можно вручную восстанавливать параметры, такие как максимальный тох или напряжение заряда, что в нашем случае очень удобно. Эту гидроэлектростанцию построил не я. Я лишь приехал сюда, чтобы сделать ее обзор и донести до широкого круга людей идею ее постройки. Ссылку на хозяина этой ГЭС я оставил в описании. В будущем я планирую еще раз приехать сюда на пасеку. Но теперь уже с целью модернизации и усовершенствования этой гидроэлектростанции. Главная цель будет повысить мощность, хотя бы до 2 кВт. Этого будет уже достаточно, чтобы отапливать здание, используя электричество. Точно пока не определились, что будем переделывать, но идей для модернизации много. Судя из комментариев под предыдущим видео, нужно укоротить вал, через который передается крутящий момент от турбины, и убрать эти шарниры равных угловых скоростей, так как на них теряется много энергии. Генератор тогда поставить ближе к турбине, используя основание из этих блоков, чтобы его не подмыло. Ременную передачу заменить редуктором, так как у него выше КПД, и можно будет разогнать генератор до более высоких оборотов. Только пока не нашли, какой редуктор лучше использовать. Если хватит мощности турбины, использовать более мощный генератор на 220 Вольт, со стабилизацией напряжения через обмотку возбуждения, либо стабилизируя напряжение бытовым стабилизатором. Тогда можно будет избавиться от инвертора и двойного преобразования, соответственно, еще меньше потерь будет. Можно также модернизировать саму дамбу, или изменить угол трубы. К примеру, сейчас труба лежит горизонтально, но можно изменить угол, сделая больший наклон. Делись и ты наш зритель своими идеями в комментариях, я постараюсь прочитать каждый, и покажу в видео, что получилось. Правда, не обещаю, что видео с модернизацией выйдет скоро, поэтому подпишись, чтобы не пропустить.